Стрелец А под звездочкой. Центральная черная дыра Млечного Пути находится на расстоянии 26 тысяч световых лет от нас. Я окружена горячим радиоизлучающим газовым облаком. Считается, что ее масса составляет 4,3 миллиона массы Солнца, а радиус не более 45 астрономических единиц. В отличие от многих сверхмассивных черных дыр, Стрелец А под звездочкой находится в своеобразной спячке и не поглощает материю. Благодаря этому она не выбрасывает энергию и раскаленную материю, поэтому практически не видна для обычных телескопов. Однако все изменилось в одно мгновение. Астрономы в течение четырех ночей вели наблюдения в оптический телескоп КЕК на Гавайях, работающий также в ближнем инфракрасном диапазоне. Затем астрономы начали наблюдать странное явление, которое началось еще 13 мая 2019 года и продолжалось около двух часов. Это было крайне необычно, поскольку в раскаленном облаке вещества, окружающем черную дыру, произошла невероятная вспышка. В ближнем инфракрасном диапазоне яркость объекта увеличилась в 75 раз. Это значение более чем вдвое превышает предыдущий рекорд. Конечно же появляется логичный вопрос, что спровоцировало такую яркость? Но прежде напомним себе о том, что облако плазмы вокруг черной дыры разогревается трением падающего на нее вещества. Возможно, что некий, проходивший мимо черной дыры объект, изменил течение этого процесса. Например, он мог быть разорван на части, а его вещество поглощено черной дырой. Не исключено также, что гравитация гостя вызвала некие возмущения в потоках падающего вещества, сделавшие их более интенсивными. На сегодняшний день названы три версии. Во-первых, это газовое облако G2. В 2014 году оно подошло к черной дыре на расстоянии всего 36 световых часов. Астрономы ожидали, что G2 будет разорвано на части и поглощено во время этого рандеву, что немедленно приведет к яркой вспышке. Но этого не произошло. Версия вторая. В прошлом году к черной дыре на 17 световых часов подходила звезда под названием S02. Может быть, дело в ней? Но и в этом случае нужно объяснить, почему вспышка произошла только через год. Кроме того, масса S02 невелика. Маловероятно, что ее гравитация могла сильно воздействовать на Стрелец А под звездочкой. Третья версия состоит в том, что подобные колебания яркости на самом деле нормальны для Стрелца А под звездочкой. Ведь объект мы наблюдаем всего около 20 лет. А это даже не срок в астрономических масштабах. Более того, мы можем заметить, что в ядрах многих других галактик находятся куда более активны и непредсказуемые черные дыры, чем наши. Что ж, остается лишь ожидать дальнейших исследований. Может быть, мы все-таки узнаем правду? Стрелец Академия Стрелец Академия Стрелец Академия Стрелец Академия Стрелец Академия Стрелец Академия Стрелец Академия